И всем привет, ребят, с вами Сарваник, и сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами находимся в нашем основном аккаунте, на основном канале, попробуем реализовать очень интересную комбинацию, которую я нашел на последних своих стримах, к которой я вернулся, и с которой я больше всего получаю на сегодняшний день удовольствие. Это все тот же страйкер с дистанционкой, это Арес и это Дрон Кризис, именно эту комбинацию сегодня мы вместе с вами обкатаем. Расскажу немножко больше о страйкере, покажу что-то, возможно, интересное, ну и постараюсь как можно лучше реализовать эту комбину. На сегодняшний день от страйкера в матчмейкинге практически никогда нет резиста. Именно эта пушка делает лютейшую темку в нашей игре. Если еще учитывать тот факт, что это одна из самых моих любимых пушек, да, то эта комбинация для меня открылась прям с какой-то новой стороны. Я раньше практически никогда не играл на Ареса Страйкере, и вот в последнее время, когда я начал катать на этом вооружении, я прям очень сильно был рад. Уже записал видосы на Мегадоната со страйкером с дистанционкой, в котором я тоже говорил о том, насколько круто зашла мне эта комбинация. Если кому интересен видос с Мегадонатом, то в описании ссылочку на него оставлю. Кто не подписан на канал, можете тоже подписаться. И комбина, ну, просто супер жесткая, да, то есть сам страйкер с дистанционкой на сегодняшний день, он все так же очень сильный, и про него просто, ну, по ощущениям все забыли, да. Все забыли про эту имбу, никто на ней не играет, очень большое количество всяких разных крутых устройств есть в игре, и все, да, и то есть ребята уже катают на всяких других имбах, А про дистанционку все забыли? Я, конечно, безумно этому рад, во-первых, то, что забыли и то, что нет резов, во-вторых, я отдохнул от этой пушки, я поиграл на безумно большом количестве всяких разных вооружений, на громе, на других там обзорах, да, и готов вернуться. Готов вернуться к страйкеру, готов опять начать даблкликать и стараться делать хорошие результаты с этой комбиной, поэтому, если вы такой же, как и я, любитель страйкера с дистанционкой и на какой-то период времени забыли про него, то самое время возвращаться к этой замечательной пушке, потому что она дает суперконтента. Еще и от него нет резов, нет просто резов от страйкера, никто не играет в матчмейкинге с резистом от страйкера, я безумно сильно удивился этому, но это реальный факт, который сейчас есть, и с такой ситуацией страйкер смотрится еще круче, еще интереснее, еще жестче, еще лучше его можно реализовать, когда от него нет резиста. Он и против реза хорош, а по безрезу, так это вообще просто сказочка, поэтому все, что нужно, это просто брать страйкер в своем гараже и начинать накидывать урон. Все максимально просто. Так, страйкер против здесь какой-то заглушением попался, начал пытаться по мне сводочки оформлять и накидывать урончик, но ничего страшного, у нас есть оверка, по-хорошему было бы ее куда-то прожать. Противник, ой, я вижу тут по радару, там что-то где-то есть, да, контактичек какой-то по противничку. Кучка какая-то есть, неплохая, только я не могу понять, где эта кучка противника, где они скайперировались. Так, ладно, даем такую шаралу, чисто на даблкильчик, чтобы себя еще подхилить хп, и чтобы чуть-чуть подольше пожить. Здесь не хороший страйкер залетел, пробуем раскачаться через верх, здесь на накидочку, отлично. Тавтик меня подхиливает, ну и просто пытаемся контролить зону, если уж у противника на базе и сидеть, наверное, это чересчур жестко, то вот в такой зоне сидеть вполне себе комфортно. Можно спокойно накидывать урон, вижу, что уже появился первый резис от страйкера, Ну, благо он не такой большой, но... А, нет, большой. Мне показалось сначала, что это 30%, а не 50%. Так, ну пробуем жить, пробуем, пробуем, пробуем накидывать, отлично. Живем, 19 на 1 пока что мой счет, отлично реализуем пока что комбинацию. Пробуем еще накидывать, пробуем еще накидывать. Не полетело чуть-чуть. Так, и теперь уже пробуем забрать здесь дополнительного противника. Не знаю, что это за человек на шафте с лечением, но если ты вдруг смотришь этот видеоролик, знай, что ты его очень красиво делаешь. И я очень сильно люблю, когда есть грамотные хилеры в команде, которые прям очень жестко сейвят меня, да, в таких боях, поэтому... Я думаю, что любому приятно, когда ты можешь держать хорошую позицию на карте, и тебя еще постоянно кто-то сопровождает дополнительным хп. Поэтому, если вдруг ты меня слышишь, то спасибо тебе за грамотную игру. Так, ну а я возвращаюсь в той же самой зоне, потому что думаю, что чтобы смысла нету куда-то в другое место катить, еще поставить под куполом, дополнительную хпшку заработать. Так, ну и дистанционкой просто разыгрываем всю ту же самую простую схему. Пытаемся держать зоночку, накидывать урончик. Противник особо я уже, если честно, его не вижу. Пробуем выкатить наверх. Арпариспу или куда лучше его дать, я даже не знаю. Где противник? Где все противники? Я не вижу противника. Вот тут может быть кто-то. Куда-то они подевались все. Алло, где противник? Пытаемся шарелу наверх дать. Вроде как там на линию должны... Опачки, не понял. Почему мой шар полетел вверх? Наверное, фокусировался по типу, который на накидке был на подъемчике. Ладно, уходим вниз. Уходим в сейв зону. Шафт мне хилинга дает, не дает, не вижу. Оп, хорошо, минка сработала. Хорошо, дает хило. Дона держится идеально. 20% овердрайва у меня. 26 киллов! Просто 26 киллов за такой бой. Уже, уже 26 киллов. И это только начало. Это только начало, грубо говоря. То есть здесь еще времени-то полным-полно было. Благо, ой, благо, говорю. Жалко, что у нас засрочка. Так бы тут можно было бы еще бы накидать. Бо, дай бог, каждому столько урона. Так, ну, мы, я думаю, что скатаем. И сейчас быстро так закончим. Скатаем еще одну катку. Сыграем каточку в ТДМ-ке уже, чтобы она, если что, быстрее закончилась. Крайней мере, я буду надеяться, что она быстрее закончится. И попробуем еще покидать на страйкере с дистанционкой. Ну, блин, ну, я не знаю, чат, что вам сказать. Не знаю. Я настолько жестко получаю удовольствие от этого страйкера с дистанционкой, что, ну, я не знаю, что есть лучше. И для меня вот эта вот комбинация с Аресой именно, с Ареса страйкером, это вот открытие, наверное, этого года пока что. Пока что это открытие этого года. Не знаю, почему я раньше до этого не доходил, почему я до этого не додумывался. Но Кризис, Арес и страйкер с дистанционкой. Ну, вот пока что это какая-то супер дикая комба. Можно пробовать ее использовать с Гиперионом, но с Гиперионом на страйкере я бы лучше тогда бы уже играл с каким-нибудь диктатором. То есть он покажет себе явно лучше, интересней. Да, поэтому если вы вдруг думаете, с каким корпусом поиграть на страйкере в зависимости от дрона, то если Гиперион, то это лучше всего диктатор. А если вы хотите использовать... Если вы хотите использовать Ареса, то Кризис это просто идеальный вариант. Это прям супер-мега-крутой дрон, которым можно реализовывать эту комбину на ура. Так, ну а мы делаем победу за 8 минут. 37 килов за 8 минут и 700 очков. Ну, что я могу сказать? Ну, круто. Очень жестко. Очень достойно. Очень интересно. И я отдохнул от дистанционки, и она стала вот какой-то новой, какой-то жесткой. Она стала еще лучше. Но это, наверное, еще связано с тем, что резов нет. Да, то есть прошла мета, поменялась. Все перестали играть на страйкерах. Резы ушли. Страйкер-то в балансе таком же самом остался. Поэтому он возвращается в эту интересную игру. Возвращается в этот контент. И это очень-очень круто выглядит. Прям безумно. Я не знаю. Это очень кайфово. Прям супер. Так, меня еще закидывают в хорошую начатую катку. Резист один есть от страйкера у противника, у первого места. 9 на 11 счет. Ну и пробуем. Пробуем сделать, во-первых, досрочку. Во-вторых, выиграть катку. Вас по фриз с шоком. По ощущениям против датам. Так, мне шафт прилетел какой-то. Шафт с чем мне? Верон? Да, Верон дал мне. Ну ладно, тогда там. Шафт с лечением. Да, у него какое-то жесткое устройство. Если лечение. То лечением он мне особо много урона не накинет. Так, полетели, полетели, полетели. Что здесь по зоне? Что здесь лучше всего контролить? Либо контролить право-вверх, да. Либо контролить лево-широко-низ. Да, то есть на этой карте за эту базу лучше всего вот эти две позиции. Я пока что попробую законтролить вот этот вот низ. Ага, вот почему у этого страйкера есть резист. Потому что он сам играет на страйкере. Пытается сейвиться. От дополнительного урона. Так, ну и мне Шареллу дали. Плюс добавка сверху. Но позиционочка могла закрепиться. Попробуем давайте право поиграть. Попробуем чуть покидать здесь урона. Через право там еще Шарелла будет на хорошую линию раскручиваться. Поэтому давайте попробуем здесь. Что-то покидать. Страйкер сводится в меня. Скорее всего, да. Да, сводка полетела. Пробуем прижаться к стенке. Может быть сейвит. Да, отлично. Сейвит меня. Так, ну и пробуем накидывать урон. Благо у меня Скорпион на резисте есть. Поэтому пробуем кидать урончик. Пробуем держать позиционочку. Еще один страйкер не успел свестись. Ну просто кидаем. Живем, сейвимся, хилимся. Даем джазу, даем контентику, даем урончику. Так, еще одна сводка. Только уже не по мне. Эта сводка по мне. Не знаю, сейчас проверим. Вообще отлично. Держит зонка. Просто идеально держит зону. Опачки. Вот сосулечка неприятненькая залетела все-таки. 7 на 3 пошла разыгровка. Пошла жаровня. 28-28. Работаем только исключительно на победу. Мне очень сильно надо выиграть эту катку. Поэтому будем пробовать реализовывать. Чтобы раздать хороший овердрайв на вулкане. Достаточно пропушить чуть-чуть зону шире. Блин, я сам себя слил. Так не понял. Раскрутило мне выстрел что ли. И стену дало. Чуть повело танк по ощущениям. Поэтому пробуем занять хорошую позицию. Накидывать здесь урон. Можно даже шар вот так пустить. Зацепка здесь. Зацепка низ. И зацепка на викинга. И даже еще и на титана дополнительно. Делаем шире заход. Идем сюда. Подпушиваем зону. Добавляем за счет дистанционки на низ урон. Мне залетает сводка. Еще прицелка от шафта. Очень много скорпионов в ТДМке нынешнее время. Но мы не сдаемся. Идем дальше. Идем дальше. Агрессируем под противника. Вверху там. Меня скорпион намного проще может вестись и накидать. А тут мы можем просто дистанционку реализовать на свой максимум. Если противник выпушивает на меня. То я просто открываю пикую. Добавляю урон. Выжимаю максимум из своей комбинации. И просто сейвлю зону. То есть максимально простая игра. И очень эффективная. Да, здесь можно было бы жить и с гиперионом. Но, как я уже сказал. Гиперион, как по мне, похуже будет. Похуже. В реализации, чем страйкер. Ой, страйкер. Чем кризис. Ну и пока мы держим зону. Пока мы троллим противника. Мы до сих пор живем. До сих пор живем на респе. И очень близок я к тому, что я сейчас доживу до еще одного овердрайва. Доживем до еще одной оверки. Ну, здесь сводка. Где я не должна залетать, да. Достояния у меня просто не хватает. А я живу, накидываю. Накидываю, добавляю. Отлично. Идеально. Вот аккуратный пик еще и добавку дал. 17 на 5. Вот вам, вот вам дистанционочка. Пошла жаровня. Пошла, пошла. Очень круто. Очень достойно. Особенно каждый вот этот выстрел. Когда ты даешь еще четкий с дистанционкой. Он прям какую-то дополнительную энергию дает. Я вам честно говорю. Прям какая-то дополнительная энергия у меня лично появляется. Так, противник пытается выпушить. У меня 90% оверки. Очень хорошо так стоит оппонент. То я, если честно, мог бы. Мог бы сейчас бы реализовать овердрайв. Если бы не улетел бы на рез. Так, скорпионы. Громов там нет. Риков нет. Можно взять от магнума. Можно взять от магнума. Можно взять от гаусса. О нет, гаусса там не было. Или был гаусс. Ладно, возьмем гаусс. Вроде как был. Страйкера брать не хочу. Так, ну и пробуем. Овердрайв падает на центре. Пробует сыграть под него. О, открывая. Нет, не успевая, к сожалению. Обидно немножко, что не успел под него. Так, есть ли тут противничек на линии? Да, есть. Хорошо. Даем линейку на три танчика. Страйкер сверху. Страйкер, говорю. Рез сверху. Стоит. Блин, ну и откатиться я чуть не успел. Так, у меня эмунка осталась. С прошлой катки. Не совсем та эмунка, которая мне нужна. Берем эмуночку от пробития. Дабы на Верочку все это дело было. Ну и все, надо выходить на прибыль. Сейчас надо просто выходить на прибыль. Попробуем даже свести мамонта. Залагал он, не залагал. Что он накручивает? Мне просто резист. Мне выгоднее его свести на Верочку. Так, вас пу не дать подняться наверх. Накидать урона. Накидать урона. Угу, понял. Ну так будем накидывать урона. То он меня, конечно, набреет. Я еще и сам себя слил плохо. Пробовать надо занять позицию. Если буду занимать позиционку и буду держать ее, то все будет работать просто как часики. Здесь, кстати, наш громчик начинает накидывать урончик. Попробуйте под него сыграть. Попробуйте подпушить вот этот край. Попробуйте ему помочь, если че. Попробуем вот так вот сделать. Опять рез этот. Замечательный. Он интересно так играет. Блин, опять этот вас по фриз. Давай, родной, помоги, приз. Блин, ну тут противный очень вас по фриз. Под него желательно не попадать. Чтобы он меня так не цеплял. То против вас по фриз здесь очень тяжело в упоре. Знаем всегда, чтобы у меня дистанция была от него. У него такая интересная комбинация, которую можно было бы вообще попробовать на второй канал реализовать. Вас по фриз, фриз с подавлением и васпик с дроном подрывник. Он будет попробовать потом реализовать. Так, шафт сжимает оверку. Пусть она хил тиммейта, да? Да. Нормально они так сейвятся там. Попробуем ареса все это выбить. Противный какой-то аресик. Еще с шафтом с лечением рядом играет. Попробуем сейчас обманочку сделать. Сыграем, выкатим под шафта. Вот так вот шикарно можно отыгрывать с дистанционкой, не открываясь под шафта. И просто выпикивая дополнительный урон. Заберем сейчас еще ареса отсюда. Крит может пройдет. Вообще шикарно будет. Без крита даже. 85% оверки у меня. Так, и можно попробовать, наверное, даже чуточку сагрессировать или нет. То есть киллов. Какой же он крутой. Ах, в себя опять дал, боже. Крип. Ну ладно. 26 киллов. Начинаю кайфовать от страйкера сразу. Выдаю по себе урон. Время в стенку даю. Кто-то со мной вбранцы. Честно не знаю, кто это такой. Но в любом случае привет тебе, родной. Ты знаешь меня. Приятно. Спасибо. Так, пробуем сводочку дать. Мамонт отсюда никуда не уйдет. Шикарная сводка по нему залетает. Аптечка. А, лак какой-то, боже. Что за прикол? У меня урон не прошел. Мамонт попытается до меня залететь. Разведем его. Разведем. Овердрайв прожмем на хп себе. Плюс зацеп какой-то будет. Даже на один танк зацеп это уже хорошо. Подомчик аккуратно играем, чтобы у меня урончик здесь не залетел. Опять попытаемся засейвиться на этой зоне. Пробуем выжить на этой позиции. Очень хорошая позиция. Очень хорошая позиция. Поэтому пробуем жить. И накидывать урон. С этой позиционки по противнику. 125 киллов у нас уже есть. Победа, как говорится, близка. Пробуем свести противника. Отличная сводка. Отличный урон. Оглушение по мне. Респ сзади по мне. Или он просто приехал. Здесь вообще по идее респа нету, нет? В этом режиме. Наверное, да. Приехал просто. Так, ну и меня все-таки выпушили. 34 килла. С начатой катки. С ТДМ. До 50 есть шанс был бы вообще дотянуть. Если б это... Была бы не ТДМ. Ну и если б я чуть-чуть получше подыгрывал. А то я 3 раза сам себя слил. Это тоже не очень хорошо. Грубо говоря, у меня 37 киллов было. 37 киллов и на 3 меньше смерти. То есть был вообще шикарный счет. В этой каточке. Ну а так просто супер круто. Ну супер круто. Ну вот. Просто аж глаз радуется, когда ты смотришь на такую катку. Когда нет резиста от тебя. Ты просто начинаешь навеливать этот урончик. Очень недостойная темка. Спустя на сводочку. Один какой-то мой выстрел только куда-то в молоко ушел. Так, ну и пробуем. Пугаем чуть-чуть противника. Делаем вид, что я тут... Буду на агрессичах играть. Сам чуть под сейву даю. Мамонта забрить. Хорошо. Один мамонта. Сулендрочка шикарная. С пробитием. Есть контактичек. Добавочка. И шарелла появляется. Сразу сходу даю. Потому что хп нету. Отлично еще и попал в тайминг под типа. Еще добавка по двум сразу. А, и миночки, понял. Семь килов до конца. Тридцать девять. Сороковку выбиваем уже. С такой катки. Блин, ну круто. Круто. Наверное, это все-таки сочетание открылось для меня лично после... После ареса грома. Да. Если бы не ареса грома. На котором я играл очень долгий период времени. Я думаю, что я бы... Для себя бы не открыл бы это сочетание. Блин, за то, что тип лагает. По нему урон нестабильно проходит. Я бы уже его давным-давно слил. В итоге он меня еще и успевает слить. Из-за своих лагов. Да, то есть урон от сводки не прошел. Двух выстрелов. Но победка есть. А это самое главное. Победа в кармане. Что еще нужно нам? Кроме нашей контентовой победы. Страйкер какой-то. Лаганный был. Так и добить. Добили. Шикарно. Шикарно. 40 килов. Еще 700 очков. Еще четверочка с ТДМ. Без повышенных фондов. Бомба. Просто бомба. Возвращаемся, ребяточки, к этой метке. Возвращаемся. Супер имба. Вот это реально... Вот что ни на есть... Лютейшая имба. Лютейшая. Надеюсь, резов от страйкера в ближайшее время не станет больше. И я с полным удовольствием буду продолжать играть на этом сочетании. Радовать вас контентом по этому сочетанию на стримах. И в принципе буду кайфарить от этого страйкера. Обязательно поддержите данный видос лайком. Если вам понравился, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Напишите в комментариях все, что вы думаете по поводу этого страйкера, по поводу дистанционки, по поводу комбины в целом. Можете тоже там похейтить, что там я опять, мол, на кризисе. Но ладно. Это уже, как говорится, дело такое. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня. И обязательно участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 30 тысяч танкоинов. Прямо сейчас розыгрыш такой проходит. В описании вся информация по поводу него есть. Заполняйте форму, участвуйте и выигрывайте ценные призы. У меня, друзья, на этом все. Играйте на страйкере. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok